Добрый день, дорогие друзья! Я представляю компанию Google Media. Я вас просила вернуть на первый слайд. И сейчас я хотел бы задать вопрос, который, наверное, изменит всю вашу дальнейшую жизнь. Дело в том, что мы заявляли определенную тему презентации, и вот я не с тем понимаю, какая здесь аудитория, соответственно, она заявлена на ней теме. Поэтому прошу вас поднять руки тех, у кого есть собственный сайт, и кто занимается тем, что продает нам их рекламу, а не только ее покупают. Так, четыре человека. Я бы поднял руку, я видел. Нет, ну если не брать контакт. У нас на Тикдейт, а вы все отлично. Отлично, я рад за это. Но дело в том, что я вот думаю, вы получите одну версию, длинули короткую, если короткую, мы все с вами пошли партнеры. Это зависит, что ни у кого нет собственных площадок. Ну ладно, давайте тогда, раз у нас есть три человека, то углубимся немножко на Тикдейт. Итак, мы в организации очень любим делать хорошую рекламу. И, к сожалению, это не всегда у нас получается, но мы стараемся, и у нас есть множество интересных кейсов. И, на мой взгляд, наиболее перспективным направлением на рекламном рынке является именно на Тикдейт. Я хочу сегодня рассказать, что это такое, как его использовать, и как тем людям, у которых все-таки есть вайсайты, заработать с помощью этого инструмента и получить дополнительный трафик на своих интернет-ресурсах. Но сначала хотелось бы сказать несколько слов о нас. Мы изначально начинали как организация, которая покупала и развивала интернет-проект. У нас более сотни интернет-ресурсов, самый важный тематик. И поскольку мы классно учились продавать рекламу прямым рекламодателям, нам для увеличения оборотов понадобилось предвещать партнеры. Сейчас у нас более 45 сайтов партнеров. Поскольку мы в марте этого года открыли новое для себя направление «Продаж нативных статей», для себя при нам удалось получить следующий результат. Мы разместили 118 нативных статей и 23 нативных гриб. С нами сейчас по этому направлению работают более 37 рекламодателей самых разных тематиков. Средственные похудения, противозачаточные, строительство средств от гриппа, глинарии и ингридности. Нашим клиентам нравится нативная реклама, они довольны от ее результатов и возвращаются к нам снова и снова. Явленно, что наш кейс в принципе могут представить многие присутствующие в зале, владельцы сайта, представители, репаранты, агентства и так далее. А теперь давайте подробно. Что же такое натив? Сейчас под нативом принимают два совершенно различных продукта. Первый – это скорее более агрессивный формат традиционной лединирной рекламы. Имеют в течение видео видеоролики, либо сизерное размещение. Ну и вторым форматом, который также считают агнативом, читаются статьи и текстовые внедрения. Вот если говорить о видеороликах и тилерах, то надо понимать, что на самом деле это никакого отношения к агнативу не имеет. Дело в том, что это просто использование модного слова для того, чтобы рекламные системы могли рекламировать, продвигать свои продукты. Дело в том, что здесь пользователи, когда видят какой-нибудь видеоролик, статье, когда видят тизер, они не очень ожидают увидеть рекламу. И скорее всего после этого, если состоится клик, то он будет случайным. А следовательно, показатели метрики на сайте рекламодателя будут гораздо хуже, чем показатели метрики на любом другом интернет-ресурсе. Я говорю это с такой уверенностью, поскольку мы проводили множество тестов и в принципе знаем, что видео, нативная реклама и тизеры, они не работают, хотя являются хорошим инструментом для дополнительной монетизации любого вебмастера. Вот традиционным нативом как раз являются статьи и текстовое внедрение. Дело в том, что в России есть аналог слов термин «нативная реклама», и он, более-менее вас известен, называется «джинсан». Джинсан, кто помнит, берет свое начало из 90-х годов, когда многие издательства не знали, как он существует, свести концы с концами, и вот в одну крупную газету пришел рекламодатель и сказал, что «ребята, я хочу у вас разместить рекламу своего продукта». Ему говорят, не вопрос, он говорит, не просто рекламу, я хочу разместить статью, читая которую пользователи, читатели не будут понимать, что они читают рекламу, но вот результате воспользуется обязательно мою товар. И редакция подумала, поломалась и говорит, окей, давай, давай. Но вот еще есть вторая проблема, денег у меня нет, у меня только товар есть. Естественно, редакция тоже долго думала, и наконец согласилась, потому что товар был, к правду, хороший. Этим товаром были американские джинсы. Отсюда и вошел термин «джинсан». Собственно, он имеет определенную негативную окраску, поэтому используется иностранный аналог «нативная реклама». В любом случае из моего рассказа вы должны понять свойства «нативной рекламы» и основные ее принципы. «Нативная реклама» — это статьи или текстовое внедрение, которые по своему содержанию не отличены от стандартного контента, они соответствуют ожиданиям пользователя, но несут в себе некий рекламный посыл. Естественно, подобные форматы требуют других метрик для измерения активности. Мы в компании используем такую метрику, как CPH — стоимость часа ознакомления с рекламным контентом. Эта метрика довольно активно сейчас используется и развивается в Соединенных Штатах Америки, в частности, его продвигает New York Times. Ну вот, мы тоже ее используем на рассчитанах. Особенности этой метрики заключаются в том, что она очень связана с офлайн-историями и, будет понятно, маркетологами из офлайн. Ее состоит в том, что рекламодатель платит не за австрактными просмотрами статьи, их может быть сколько угодно, если говорят, что с помощью инфизионных систем типа «рак-крип» можно купить любой объем материалов на свой сайт, а оценивается именно то, насколько качественно статья была написана, насколько эффективно была заведена на нее аудитория, как активно с ней знакомились и читали. Собственно, эта метрика показывает, к примеру, статью действительно прочитали до конца, или же после ознакомления с двумя строчками, несмотря на обилие просмотров, пользователи с нашего сайта выходили. Для исследования стоимости размещения статей используется следующая формула, которая позволяет рассчитать, насколько эффективно мы разместили рекламу. Мы берем стоимость размещения и делим на медианном времени просмотра статей часа. Почему медианном? Потому что мы выбираем людей, то есть людей, которые читали статьи очень долго или читали очень много. Умножаем на количество просмотров всего сайта в сутки, потому что это предварительная оценка, умножаем на 7, именно столько дней примерно работает традиционный анонс нативных статей, умножаем на безгасный трафик, на коэффициенты, на глубину просмотров и прибавляем к этому прогнозируемое количество переходов в дополнительных анонсах на сайте. Очевидно, что в данном случае любой вебмастер может повредить только на два показателя. На среднее время, которое привели пользователи на его сайте, и на прогнозируемое количество переходов в дополнительных анонсах на сайте. Соответственно, если используется подобная оценка эффективности, вебмастер вынужден работать с своим статьей, с размещением рекламодателя и помогать ему достигать необходимых результатов. Для текстовых внедрений, в принципе, метрики гораздо проще, поскольку здесь мы уже знаем все данные, и мы стоимость размещения, образ струбируем на медианном времени просмотра данной статьи, умножаем на количество просмотров, на безогазный трафик, и оцениваем, сколько наш блог занял от объема всего материала. Есть, естественно, и другие способы изучить, насколько нативная реклама была эффективной или неэффективной. Самая простая метрика – это исследование для имиджной рекламы, изменение количества запросов по тому или иному бренду с помощью ватт-статт-ляндекса. Здесь приведем пример размещения нативной статьи на сайте cosmo.ru. Как мы видим, после публикации был определенный пик количества запросов. Цель была именно продвинуть первой бренду. Соответственно, мы можем оценить, насколько было эффективное размещение, исходя из изменения этого показателя, из количества запросов. Чем больше было запросов, тем эффективнее была реклама. Почему же, несмотря на такую сложность, новый метр, какие-то сложные формы, рекламодатели все-таки убирают нативы? Ну, причин тут несколько. Во-первых, сейчас популярность завалевок технология Adblock. По статистике Mail.ru за август 2016 года уже более 11 пользователей использовали Adblock ProNet. И, естественно, количество этих пользователей будут расти, и они не будут видеть никакую другую рекламу, кроме нативной. Помимо этого, растет проекновение Mabara. И очевидно, что вы не увидите рекламу уже в сайт-баре или в шапке сайта, поскольку она просто уходит из вашего поля зрения. А вот нативная статья всегда в центре вашего внимания. Помимо этого, нативные статьи нравятся пользователям, отвечают на их запросы, вызывают какие-то эмоции, помогают, что провоцирует большую выключенность пользователей вашего рекламного контента. И, соответственно, эти пользователи становятся со временем фанатами вашего бренда. Ну и, в конце концов, это образ комморный формат, который активно развивается на рынке, и с которым готовы экспериментировать рекламодатели и платить деньги. Вот сейчас как раз тот участок моего выступления, который, видимо, придется пропустить, поскольку у нас единственные владельцы его сайта вышли. Ну, собственно, давайте с этим коротко. Почему мастера размещают нативы? Ну, во-первых, они получают контент за счет рекламодателей. Это очень приятно. Во-вторых, нативная реклама не предполагает того, что вы выбираете любую другую рекламу на своем сайте и, соответственно, получаете дополнительный просильный банкок. Помимо этого, нативная реклама облечет за собой увеличение качества контента, требует более структулезной жемотворительной работы. Ну и нативная реклама является прекрасным дополнением к любой себе истории. То есть, если вы пытаетесь заработать на своем трафике с помощью продаж каких-нибудь товаров, средств для покудения, кремов, мазей, то нативку, нашим данным, работает гораздо лучше, чем традиционные на этом рынке Прилэнда. Мы проводили исследования со средством для покудения, и показатели нативной статьи, которую мы использовали в качестве Прилэнда, по CTR были на 8,9% выше. А вот показатель по CTR по сравнению с Прилэндом оказался на 23% ниже. То есть, нативная статья оказалась не только эффективной в плане перехода пользователей на конечный сайт пленника помогателя, но и дешевле. Так, мы сейчас пропустили несколько слайдов. Тоже можно пропустить? Вот оставим здоровый слайд. Это тоже. Еще. 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 Хотя бы сфотографировать. Ну, можно сказать, что вы владеете сайта, а там-то мы с вами. Собственно, небольшое такое вступление, которое касается вас, возможно, как рекламодателей. Дело в том, что на рынке нативной рекламы распространен один популярный способ обмана посетителей. Суть нативы заключается в том, что рекламодатель, то есть посетитель, читатель, переходит на нативную статью не с какого-либо внешнего анонса, он переходит к самого сайта, на котором размещена нативная статья. Соответственно, если возникает такая ситуация, что веб-мастер, кто размещает нативную рекламу, привлекает в трафик дополнительных источников, это является обманом. Поскольку пользователь, если кликает по тидерному блоку, по блоку той же рекламы ВКонтакте, он уже заранее знает, что переходит по рекламному объявлению на рекламную статью, это уничтожает суть натива. Все переходы на нативную статью, на нативные интернеры должны происходить с того самого сайта, где была, собственно, размещена нативная статья. И это необходимо тщательно отслеживать и ни в коем случае не давать. Тот-мастер накручивается кризисом показателя за счет использования внешних источников трафика. Тут нам поможет, конечно, такой показатель, таксистный речь, поскольку очевидно, что когда люди кликают программу и приходят на нативную статью, он у вас резко вырастет. Ну и, естественно, надо отслеживать метрику и количество обминаний вашего бренда после того или иного размещения. Что же должна себе содержать качественно нативная статья? Ну, рекомендации здесь стандартные. Во-первых, это всегда текстовый материал, который напишут максимальные журналисты. Там содержится упоминание бренда, возможно, какие-то кнопки для перехода на сайт рекомендатора, фотографии, видеоконтент, которые увеличивают качество работы пользователя с вашим контентом. Единственное, что тут важно заметить, что хорошая нативная статья должна быть написана так же, как написаны лучшие статьи на сайте, где размещаются. Если на сайте популярно определенная структура, то ей необходимо следить. Если на сайте есть другие какие-либо приемы, обязательные элементы статьи, то необходимо, чтобы нативной статье, опять же, все эти приемы и эти элементы содержались. Ну и собственно, что рекламодателям ожидать по результатам размещения? Стоимость нативной статьи в среднем на рынке для размещения на портале, общетематическом, посещаемой сетью 10-50 тысяч рублей в сутки составляет 5 тысяч рублей. За эти деньги вы должны получить следующий показатель. CTH, то есть стоимость часа ознакомления, должна быть на уровне 70-50 рублей. А CTR нативной статье, если вы хотите после этого получить какие-то переходы на свой лендинг, на свой сайт, 5-12%. Это достаточно высокий показатель, и он такой потому, что если вы написали хорошую, качественную статью, то, соответственно, по вашим ссылкам должны активно кликаться. Для нативных внедрений, то есть внедрений в какую-либо статью, в какую-либо текст, немножко другие используются методики. Во-первых, стоимость такого внедрения 5 тысяч рублей, и обычно за 3 месяца. Во-вторых, лучше всего это сейчас работает, используется для медицины. Здесь уже сформированы на уровне рынка. Есть специализированные агентства, которые вмещают нативные внедрения на медицинских порталах. Размер внедрения больше составляет аминозация. И CTH здесь выше, 360 рублей. Почему выше? Ну, потому что внедрение происходит уже в популярную статью, и есть определенная композиция. Пусть важно заметить, что качество текста имеет меньшее значение, поскольку уже отслеживается, прежде всего, трафик и традиции той инстанции поисковых систем. Так. Мы узнаем, что ты помотали. Отмечу, что... Отмечу, что необходимо, прежде всего, понять, что такой формат используется не для рейков, не для переходов и продаж, а именно, для имиджевого продвижения ваших страйдов. Ну и где... Кто сейчас активно размещает нативную рекламу? Прежде всего, это всем известные сайты типа HubberHubber, Meduza, Cosmopolitan, BNRU, VX, VX, Jornum и так далее. Их сотни. Стоит заметить, что эффективность размещения нативной рекламы на этих сайтах уступает поручному подбору и размещению рекламы на узкотематических ресурсах. Дело в том, что те же сайты типа Meduza или Cosmopolitan, они, скорее всего, имеют очень важный трафик. Кроме такого владельца Cosmopolitan, к сожалению, совершенно не заботится о показателях статей, не следяя за ее анонсированием. А вот гораздо лучше по эффективности работают нативные статьи и таких ресурсов, как vc.ru или tg. Что же, на этом вот моя сокращенная версия презентации подходит к концу. Спасибо всем за внимание. Есть ли какие-то вопросы? Вот я как чувствовал, понимаете, стою за дверью и думаю, надо зайти, время 20 минут, надо зайти. И вот зашел. Ну что же, раз вы уж повладели, то ваши вопросы, господа. Чего он сейчас? Вечер, что ли? Все уже устали? Я не понимаю. У кого есть вопросы? Алексей, а вот к вам вопрос. Есть ли у вас вопросы? Может быть, что-нибудь на собственной практике можете прокомментировать. Вам же выходить сюда. Или вы хотите побыстрее отстреляться и промолчать сейчас? Что вы думаете по этому поводу? Я хочу уже отстреляться. Отстреляться уже хочешь. Ладно, спасибо за внимание. Субтитры добавил DimaTorzok Продолжение следует...